Здравствуйте, Владимир Иванович. Сегодня вы заместитель начальника департамента капитального строительства Харьковской областной администрации. До этого, насколько я знаю, вы руководили несколькими строительными компаниями, но к строительству фортификационных сооружений вы присоединились изначально не как застройщик, а как благотворитель, как директор благотворительного фонда. Расскажите больше о деятельности этого фонда. Благотворительный фонд называется «Мэрный Дим», который был в марте месяце мной организован для помощи участникам АТО, бойцам в АТО, непосредственно вооруженным силам. Потому что когда первый раз попавшие в зону боевых действий, в зону АТО, мы поехали от организации, просто отвезли туда в монетарную помощь. Я посмотрел, что действительно люди там в тяжелых условиях находятся, и им нужна наша помощь, волонтерская помощь. И на тот момент услышал, что есть такая программа, в которой было распоряжение кабинета министра, о строительстве взводно-опорных пунктов по границе с Россией и по границе с Луганской и Донецкой областями. Так называемые ЛНР и ДНР на тот момент уже. Это в интернете было объявление о том, что Харьковская область лично И.Р. Львович Райнин распорядился, что берет на себя ответственность о строительстве 31 взводно-опорного пункта. Меня это очень заинтересовало. Почему, собственно, решили принять участие в строительстве оборонительных сооружений? Во-первых, это что-то новое было для меня как строителя, в первую очередь. А в вторую очередь, меня как гражданина это подстегнуло в том, что действительно надо построить эти взводно-опорные пункты так, чтобы, если, не дай бог, скажем так, если нашим бойцам все-таки придется в них защищаться, то чтобы они были сделаны качественно. Я себя считаю профессионалом в строительстве. И с того, что я видел, мне некоторые моменты не нравились, как они строятся, как они начинают строиться. Были очень сырые проекты этих взводно-опорных пунктов. Поэтому, когда попадая на взводно-опорный пункт, я делал какие-то рекомендации. Когда это уже переросло в том, что я уже объезжая их, уже консультировал, то есть зная какие-то нюансы. Проектный институт Министерства обороны, он взял типовой проект. Типовой проект, который такое ощущение, что он там составлялся в 50-х годах, там разработаны эти все. И вот эти все фортификационные сооружения, они были устаревшие. Они не были разработаны. Окопы были рассчитаны на, скажем так, безомбондирование. Потом уже, когда второй, третий проект пошли, они действительно расширились. Окопы расширились, обрамление окопов. Много общались с военными, которые прошли Дебальцево, которые прошли Иловайск. И они уже непосредственно, когда мы уже пристроительцы из водно-опорного пункта, они рекомендовали, что им удобно. Было куча замечаний из-за того, что как бы одни размечали, другие строили, третий принимают. То есть были кучи несостыководных. Насколько я знаю, вы несколько месяцев прожили на границе Харьковской области с Россией и оккупированными территориями. Расскажите о жизни в полевых условиях, о том, с какими трудностями пришлось столкнуться во время строительства. Строительство было очень тяжело, начиная с того, что логистика. В принципе, практически все строительные материалы, которые использовались, они доставлялись то ли с центральной Украины, как ЖБ-конструкции, то ли с Киева, с Харькова. И дерево там, ну какая-то, какая-то часть дерева там в Луганской области находилась, но в основном ее приходилось доставлять отсюда, с Харьковской области. Учитывая, какая дорога через Купенск, которую сейчас там ремонтируем, вот из-за этого логистически, самые большие проблемы – это логистика. Вторая самая большая проблема была, это, конечно же, рабочие. Не все патриоты в нашей стране, местное население, оно по-всякому к нам относится, действительно так и есть. То есть многие там получали угрозы, которые шли работать на наше строительство, они получали угрозы от других людей, о том, что если ты туда еще раз сходишь, то будет плохо твоей семье, тебе. Многие отказывались ходить. В начале, в самом начале, это там в апрель, май месяц, еще были очень интенсивные обстрелы были тогда. Известно, что строительные работы проводились и под обстрелами. Расскажите, как реагировали на это люди? Как в таких условиях вообще удавалось выполнять поставленные задачи? Когда мы приезжали, особенно по первой линии обороны, там были у нас объекты, которые непосредственно в близости были. То есть взводно-опорный пункт, который мы строили, он практически стоял напротив взводно-опорного пункта сепаратистских ЛНР. То есть оно просматривалось в бинокль, там можно было рассмотреть все на свете. То есть мы ставили, наши подрядчики ставили машины, ограждали экскаваторами, камазами какими-то, чтобы люди в окопах работали с преградой. Все практически взводно-опорные пункты, по своей логике, они должны расположены быть высоко. То есть подъезды очень тяжелые, вот этот вот момент доставки, опять-таки момент организации труда рабочих, это все легло на спину этих подрядных наших организаций. Но они вот с честью выдержали это все. Тяжело, текучесть была сумасшедшей людей, то есть многие уставали. Ну действительно работали люди по 12 часов в день. Расскажите, а как попали в Харьковскую государственную администрацию, как начали работать в Департаменте капитального строительства? Это случай. То есть я как все время присутствующий на объектах, как волонтер, скажем так, строитель, столкнулся, ну со всеми строителями я там общался, ну и приехал замгубернатора Евгений Деменович Шахтенко, познакомились с ним непосредственно на участках, он приехал на осмотр. В процессе он предложил все-таки пойти в Департамент капитального строительства. Что мотивировало все-таки согласиться на государственную службу? Есть изменения. У меня принцип такой, если не я начну эти изменения или продолжу, или буду участником этих изменений, то кто другой? Вот, поэтому мне хочется изменений. На каком этапе сегодня находится строительство фортификационных сооружений? Оно закончено или есть еще какие-то планы? Именно на линии разграничения, там где мы строили, ну на данный момент для Харьковской областной администрации там никаких планов нет. Тот 31 взводно-опорный пункт, он практически закончен. Вроде как бы ЛНР и ДНР это территория Украины, если там сейчас построить границу полноценную, ну как бы тогда надо уже признать, что они не наши. Если мы просто обороняемся, то я думаю тех взводно-опорных пунктов, в том количестве, которые мы построили, их хватит. На одно надеюсь, что они никогда не пригодятся. Это будут музеи какие-то, там дети будут в прятки играть, что оно никогда не пригодится.